Субтитры создавал DimaTorzok Огонь перекинулся на соседнее строение, по улице Кедровая. К тушению привлекались 9 человек и 2 единицы техники. В результате пожара по улице Ольховая, садовый дом, хозяйственные постройки и автомобиль Toyota Corolla уничтожены полностью. По улице Кедровая повреждена кровля и стены бани. В ходе проливки и разбора строительных конструкций на месте уничтоженного огнем садового дома были обнаружены останки погибшего мужчины 1965 года рождения. По предварительной версии, пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты. Штрафы в Приангаре за нарушение закона о тишине могут вырасти в два раза. Такой вопрос обсудил Комитет по законодательству о госстроительстве. Он будет рассмотрен на сессии ЗАГС Собрания. Законопроект предлагает установить штрафы за нарушение тишины в пределах от 500 до 2500 рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, на юридических лиц от 20 до 25 тысяч рублей. Конкретную сумму будет устанавливать суд. Еще одна инициатива областного парламента касается медиков. Комитет по здравоохранению и социальной защите поддержали законопроект о единовременных выплатах врачам и фельдшерам, которые поедут работать в города с населением от 50 до 100 тысяч человек. Мера поддержки в случае ее принятия коснется медицинских специалистов, которые поедут работать в Усть-Илимск, Усолье-Сибирское и Черемхово. Эти населенные пункты попадают под условия по численности населения, и там наблюдается дефицит соответствующих кадров. Врачам, которые приедут работать в Усть-Илимск, город, расположенный на территории, приравненный к Крайнему Северу, согласно законопроекту, планируют единовременно выплачивать 2 миллиона рублей. Фельдшерам – 1 миллион рублей. На остальных территориях – миллион и 500 тысяч соответственно. Иркутская область заняла 18-е место в рейтинге социально-экономического положения субъектов Российской Федерации, сообщает РИА Новости. Агрегировали ключевые показатели развития в 2022 году. Объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, долю прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы. Эксперты отмечают, что динамика социально-экономического развития разных субъектов Российской Федерации в 2022 году была неоднородной. Рейтинг вырос у 48 регионов и снизился у 37. Иркутская область в 2022 году поднялась в рейтинге. В 2021 регион занимал 21-е место в списке. В этом году владельцев гражданского оружия и тех, кто только собирается приобрести свое первое ружье или пистолет, ждут существенные изменения в федеральном законе об оружии. В отделе лицензионно-разрешительной работы города Устилимска рассказали, какие поправки вступили в силу с 30 марта. Согласно действующему законодательству, в отношении владельцев гражданского оружия, в отношении которых возбуждено уголовное дело, оружие временно изымается. При этом разрешения не аннулируются. Они сдаются. И, соответственно, стаж не прерывается. В случае осуждения владельца разрешение уже аннулируется за нарушение закона. Разрешение аннулируется в случае, если гражданина признали виновным, либо уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. Это такие основания, как прекращение дела за примирением сторон, вынесение акта амнистии, вынесение судебного штрафа, а также за истечением сроков давности. Ранее до приговора суда или решения правоохранительного органа, пока человек не был признан виновным в совершении преступления, оружие не изымалось. Сейчас гражданам, в отношении которых ведется предварительное следствие, возбуждено уголовное дело. Лицензия на приобретение оружия не выдается. Поправки коснулись и владельцев, которые впервые приобретают огнестрельное. Помимо нашей внутренней проверки, отправляются запросы о наличии препятствий к вводению оружия в органы ФСБ и органы внутренних дел, по заключению которым выдается лицензия на приобретение оружия. Кроме того, согласно действующим поправкам, органы внутренних дел и органы ФСБ вправе вынести заключение об ограничении оборота оружия в отношении действующих владельцев сроком на два года. По истечению двух лет, либо оружие обратно выдается гражданам, либо вносится новое заключение об ограничении их использования. В данном случае оружие изымается, разрешение не аннулируется за нарушение закона. То есть оружие хранится в камере хранения оружия, стаж владения не прерывается. Порядка двух тысяч устелемцев, имеющих разрешение на использование гражданского оружия, за пятилетний период сталкиваются с просрочкой медицинской справки. Одним назначаются внушительные штрафы, другим и вовсе могут аннулировать лицензию. Необходимо быть внимательными со сроками. Напоминаю, что медкомиссия действует пять лет. Разрешение удается также на пять лет. То есть, если впервые владелец сначала прошел медкомиссию, отучился, приобрел лицензию и впоследствии через полгода поставил оружие на учет, то у него получается разбег в действии разрешения и медкомиссии, грубо говоря, на полгода. Соответственно, владельцам необходимо контролировать этот момент. Если не помнят, когда последний раз проходили медкомиссию, звоните, узнавайте. Телефон контактный 543-42, либо на личное посещение в дни приема. Также это касается владельцев, у кого имеется оружие ограниченного поражения, либо газовое, которым раз в пять лет необходимо подтверждать правила владения оружием, то есть давать практический и теоретический экзамен. Также, согласно поправкам, вступившим в силу в декабре прошлого года, владельцы могут синхронизировать разрешение с разными сроками регистрации. Появилась услуга получения разрешения взамен ранее выданного. То есть, она обозначает, что разрешения выдаются уже с новым сроком на все имеющиеся разрешения. Но тут следует учесть, чтобы МИД-комиссия также соответствовала сроку выдачи разрешения. На полицию возложены обязанности по приему, хранению и уничтожению добровольно сданного незарегистрированного оружия и боеприпасов к нему. Росгвардия по Иркутской области продолжает прием стволов и патронов на возмездной основе. Напоминаю, что за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, либо найденного оружия предусмотрено возмещение в денежном эквиваленте. И, соответственно, лицо освобождается от уголовной и административной ответственности. Будьте внимательны, соблюдайте законодательство и помните, что оружие является средством повышенной опасности, и его небрежное хранение может привести к необратимым последствиям. В Усть-Илимске появились новые остановочные павильоны. Место их расположения напротив детской поликлиники на улице Карла Маркса и на остановке 2-й микрорайон по улице Героев Труда. В течение года подобные павильоны будут остановлены и на других остановочных пунктах, где необходима их замена. Мероприятия по обустройству мест ожидания общественного транспорта проходят в рамках перечня проекта народных инициатив и финансирования из местного бюджета, сообщает городская администрация. О состоянии дел в спортивном комплексе Олимпийц, в котором 3 мая произошел пожар, дознаватели МЧС России установили причину – замыкание электропроводки, которая была проложена с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности. Напомним, на этом объекте с 2021 года ведется капитальный ремонт по государственной программе развития физической культуры и спорта. Хотелось бы пояснить, что данные работы, которые проходили, были сделаны, точнее, подрядчикам, они не оплачивались, не были приняты. На сегодняшний день подрядчик будет восстанавливать данные работы за свой счет. Также хотелось бы отметить, что в других помещениях работы продолжаются, то есть на объекте также работают около 20 человек. Примыкания, которые были у нас, две скатные кровли, они уже восстановлены. Сейчас субподрядчик, который будет заниматься основным куполом, он уже определен, уже определили, какое количество материала придется подрядчику купить и как монтировать. Контракт на проведение строительной экспертизы несущих металлических конструкций заключен с подрядчиком из Братска. 15 мая специалисты приступили к проведению работ. Ближе к концу недели будет готово заключение. На его основании обозначат сроки восстановления поврежденной кровли. По поручению губернатора Игоря Кобзева, министр спорта Иркутской области Павел Богатырев посетил Устилимский бассейн, осмотрел все помещения. Сроки сдачи объекта по-прежнему сентябрь 2023 года, но председатель городского комитета по физической культуре в этом не уверен. С ним мы также прошли по объекту, посмотрели, обговорили рабочие моменты, что нам необходима какая поддержка со стороны области, в частности того, что мы просим по увеличению госэкспертизы помочь нам. И также был вопрос по переносу средств на следующий год. Подрядчик сегодня направит на нас письмо официальное. Не требуется с его стороны переноса средств. Подрядчик уверяет, что в этом году все денежные средства и работы будут выполнены. То есть переноса не планируется со стороны подрядчика. То есть запуск бассейна в этом году? Да. После прохождения экспертизы несущих конструкций мы уже увидим уточненный график выполнения работ. Соответственно, какие сроки там будут, обговорим точно уже. Ну, подрядчик настроен оптимистично, конечно, что он говорит, что это будет сентябрь. Хотя, на мой взгляд, это немножечко... Да. Сейчас выходят люди на улицу, то есть на благоустройство, на фасад. На майские праздники, посвященные Великой Победе, в Устилимск приезжал наш земляк Влад Лиховой, псевдоним «Камень». В 2009 году он переехал в Красноярск. Оттуда и начался его творческий путь. Влад – автор и исполнитель собственных песен разных направлений. Поп, рэп, патриотика – самый любимый жанр. В его копилке порядка 30 произведений. На некоторые сняты клипы, есть крупные музыкальные проекты. Я себя искал, и патриотический жанр у меня был изначально, потому что я люблю все-таки в песнях смысл. Я люблю взрослое творчество. Я люблю эмоцию, чтобы реально в людях вызывало какие-то чувства. Чтобы мое творчество людей к чему-то ввело хорошему. У меня первая была работа, это клип про 9 мая. Это было написано еще в 2012 году. Он был посвящен Дню Победы. Он занял там определенные награды. Потом у меня был второй опыт патриотической песни. То есть мне позвонили в 2014 году с правительства Донбасса. Я написал песню для ополченцев. У меня очень много благодарности пришло. Спустя 9 лет он с семьей перебрался в Сочи. И там продолжает карьеру музыканта. Ну а о малой родине не забывает. На фоне событий в специальной военной операции к Лиховому стали обращаться семьи погибших на Донбассе. С просьбой увековечить память о героях в песнях. Для меня это был вызов какой-то определенный. Потому что таким творческим проектом, когда прикасаешься, нужно прикасаться очень осторожно. И я со всей ответственностью подошел к этому проекту творчеству. Написал песню, которая называется «Последний бой». Многие из усилинцев ее услышали в течение двух дней, которые я нахожусь здесь, в этом городе. История о нашем земляке Данииле Трофимове стала первой. На сегодня написано еще три композиции о таких же павших в боях за мир и родину войнах. В работе у Влада еще две песни. Каждая песня, то есть я, прежде чем ее написать, я всегда беру какую-то, как сказать, краткую историю. Мать рассказывает, мне пишут. Какой-то был человек, какой он был вообще по жизни, кем он был, где служил, какой у него был позывной. Ну, в общем, все вот такие мелочи я расспрашиваю. Тонкости. Из этого и складывается целая картинка, история, да? Да, картина была у человека. И потом, ну, происходит вот этот вау-эффект. И я вам честно скажу, у меня есть одна песня под названием «Артиллеристы». Вот эта песня была вот просто так вот написана. Я у мамы не спросил никаких подробностей. И вот когда я писал эту песню, как будто вот кто-то мне помогал. Подсказывал. Да, и когда я эту песню записал, мама услышала. Она говорит, это реально. Ты описал события, как это было на самом деле. Как ты, говорит, узнал об этом. Вот такие вот моменты, они проживаются. Конечно, я каждую песню проживаю, передаю. Я сразу всегда говорю всем матерям, что мое творчество, оно не мемориальное, это не траур. Я всегда говорю, что ваши сыновья живы. Ну, лично для меня. И моя цель в моем творчестве именно вдохновить тех, кто живы. Просто сам подвиг этих людей, он должен уже вдохновлять людей на какие-то победы. Чувство гордости за героев России и горечь от потери дорогого родственника находят свой отклик в песнях. Устелимцы смогли по достоинству оценить творчество Влада на концертах и праздничном митинге 9 мая. Также их разместили в соцсетях. ПЕСНЯ Теперь эти песни навсегда останутся в этих семьях, как память о дорогом и родном человеке. А россияне будут знать о мужестве и самоотверженности, о подвигах, совершенных нашими земляками при выполнении воинского долга. Тыл – это всегда то, что нас, ну, вообще-то вдохновляет бойцов. И если бы вот отсюда не было поддержки, то там бы, ну, было, не было бы интереса вообще за что сражаться. Каждая мама, каждая жена, каждый родственник, кто просто, ну, я вам большую, как бы, благодарность выражаю от себя. Я хочу вам пожелать всем, в первую очередь, омирного неба, чтобы вот поменьше в нашей жизни было трагические события, чтобы все поскорее решилось, закончилось, и чтобы мы только радовались этой жизни. И я хочу всех ребят поддержать и поздравить на сегодня на передовой. Мы со всеми общаемся, немного людей пишут. Я хочу вас, ребят, поздравить, пожелать вам просто вернуться всем живыми, здоровыми. Мы вас ждем, мы вас любим, мы вас ценим, и для нас на самом деле настоящий герой. Устелинск продолжает поддерживать своих земляков, участвующих в специальной военной операции на Донбассе. На собранные средства от благотворительного концерта «За победу», прошедшего 7 мая, а это 167 тысяч рублей, фондом «Линия будущего» будут закуплены тепловизоры. Кроме того, поступила поддержка от двух предпринимателей в объеме 250 тысяч рублей. На эти деньги уже приобретены радиостанции для наших бойцов. В дальнейшем их доставят в зону СВО. Также продолжают свою деятельность волонтерские отряды, которые собирают средства для закупки необходимого оборудования. Алена Феоктистова, Антон Емельянов, информационная программа «Северный город». Алена Феоктистова, Антон Емельянов, информационная программа «Северный город».